Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Дневники Хирурга. Для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Кутепов Денис, я врач-хирург высшей категории, стаж работы 10 лет. И сегодня я хочу рассказать вам про 5 главных фактов о геморрое. 5 основных вещей, которые должен знать абсолютно каждый человек, у которого есть склонность к геморрою, когда-либо он проявлялся, либо периодически обостряется. И первый факт о геморрое, который должен знать каждый, это то, что есть универсальное средство от всех проявлений геморроя. Таблетка, которая может и должна назначаться при всех видах геморроя. Что я имею ввиду, говоря все виды геморроя? Ну на самом деле то, что геморрой это сборное такое понятие, геморроем называют и тромбоз геморроидального узла, и кровотечение из области ануса и прямой кишки, и воспаление, и выпадение геморроидальных узлов, эрозии, трещины геморроидальных узлов, все это в простонародье называется геморрой. Так вот, при всех этих проявлениях должно назначаться обязательно это лекарство, венотоник. Самым ярким представителем венотоника является дитролекс, но не обязательно пить именно его, можно его заменить любым другим препаратом, содержащим диасмин и гисперидин. Например, венарус, фолибодия и другие венотоники. Но дитролекс наиболее лучше подходит на эту роль, потому что это все-таки оригинальный препарат, он сертифицирован, он проходит постоянные проверки, и мне нравится лично большую он. При геморрое венотоники назначаются в высоких дозировках, не в таких дозировках, в которых они назначаются при варикозе. То есть это 3-4 грамма в день венотоников назначается при геморрое. Если это дитролекс, в острый период по 2 таблетки 1000 мг 2 раза в день. Второй факт о геморрое это отсутствие универсального местного лечения. То есть если таблетка универсальная есть, которую нужно назначать и пить при всех видах и проявлениях геморроя, то вот местного лечения, то есть свечей, мазей нет. Если это кровотечение, там нужны свечи либо мази кровоостанавливающие. Если воспаление геморроидального узла, то в свечах должен быть противовоспалительный препарат. Если превалируют эрозии какие-то микротрещины, то в свечах и в мазях должен быть ранозаживляющий компонент. И так далее. Никогда нельзя сказать о том, что я знаю лучшую мазь или лучшие свечи от геморроя. Нельзя так сказать и нельзя назначить кому-то какое-то такое универсальное лучшее средство. Потому что каждое проявление геморроя требует своего индивидуального подхода. Третий факт о геморрое, который нужно знать, это образ жизни. Геморрой любит активный образ жизни, но при этом он не любит тяжелых физических нагрузок. Но при этом он очень крайне не любит длительное положение сидя. Дело в том, что при тяжелой физической нагрузке и длительном положении сидя набухают геморроидальные вены. Тем самым давление в них повышается и повышается вероятность и риск осложнений и обострений геморроя. Таких как тромбоз, кровотечение, воспаление и прочее. Когда же мы двигаемся, кровоток в геморроидальных венах ускоряется. Соответственно снижается риск тромбозов. Повышается тонус геморроидальных сосудов. Снижается проницаемость геморроидальных вен. И тем самым меньше вероятности осложнений. Поэтому, если у вас есть склонность к геморрою, настоятельно рекомендую поменьше сидеть, поменьше поднимать тяжести, сопровождающиеся натуживанием, и побольше гулять и ходить. Третий факт о геморрое это то, что геморрой не любит алкоголь. Очень часто геморрой и манифестирует после какого-либо возлияния. Причем это может быть даже в молодом возрасте. И часто и бывает так. Даже в 18 лет, пожалуйста, первое проявление геморроя именно после употребления алкогольных напитков. Поэтому, если у вас есть склонность к геморрою, если у вас хронический геморрой, будьте готовы к тому, что после возлияния у вас произойдет какое-либо обострение, либо осложнение геморроя. Ну и пятый факт, который должен знать абсолютно каждый, причем даже не обязательно страдающий геморроем, каждый человек на этой планете, как бы это было громко не сказано. И об этом факте целые баталии и споры постоянно ведутся у меня в комментариях, и этот факт называется использование туалетной бумаги. В современном веке, в современном обществе использование туалетной бумаги – это просто дикое варварство. Сейчас есть возможность подмываться, сейчас есть влажные салфетки на крайний случай. И использовать туалетную бумагу при всем при этом – ну это просто какая-то дикость. Во-первых, туалетная бумага не очищает область ануса от каловых масс, а просто размазывает их по слизистой ануса, по периональной области, межягодичной складки. Ну да, конечно, основную видимую часть каловых масс она убирает, но все остальное тонким слоем размазывает. Кал там преет, и это является прекрасной средой для размножения различного рода инфекций. Второй момент – это то, что туалетная бумага шершавая. Даже какой бы она мягкой ни была, там зева, не зева, все равно она травмирует область ануса. В основном слизистую ануса при вытирании. Когда вы трете слизистую туалетной бумагой, вы ее неизбежно травмируете. А если сопоставить эти два факта, то есть микротравматизация слизистой и периональной области, и плюс инфекция, которая активно размножается в размазанных вами каловых массах, вы получаете невероятно большой риск различных осложнений. В виде микробных экзем, анального зуда хронического, различного рода дерматитов в периональной области, пиодермии и прочих страшных и очень неприятных вещей. И это я даже не касаюсь морально-этической стороны данного вопроса. Ну неужели вам нравится ходить скалом, размазанным по вашей периональной области, межягодичной складке, высыхающим на волосах периональной области и издающим зловоние? Ну зачем это делать сейчас, когда есть возможность подмываться? Поэтому настоятельно рекомендую подмываться после каждого октодификации, в крайнем случае пользоваться влажными салфетками. На этом на сегодня все, увидимся в новых выпусках, всем здоровья!